В этом бонусном эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но мы поговорим о том, как уже сейчас начать действовать, чтобы сделать свои истинные мечты неизбежными. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Беррисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем, и на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, я сегодня с неожиданным бонусным эпизодом, и мы говорим про поведенческую активацию. Мы обсудим, что это, в принципе, и как это может помочь не только с точки зрения известного терапевтического подхода, но и в части создания жизни вашей мечты. И также я расскажу сегодня о возможных ошибках, которые мы видим постоянно при использовании этого концепта. И под конец я также расскажу, как вы сможете перенести эту работу на реальный уровень. Поэтому если вы слушаете эпизод примерно в момент его выхода, очень важно, чтобы вы дослушали его до конца. Ну что, друзья, начинаем. Как действовать так, чтобы сделать свои истинные мечты неизбежными? То, что мы обсуждаем сегодня, очень напоминает, как я уже сказала, поведенческую активацию, которая активно используется в терапии. В английском языке это звучит как behavioral activation. И, конечно же, если вы находите себя сейчас в тяжёлом депрессивном состоянии, да, подкаст может дать вам некоторые идеи, но они ни в коем случае не заменят личной терапии со специалистом. Данный эпизод особенно подойдёт вам, если вы находитесь полностью в функционирующем ментальном состоянии, но вы сможете использовать аналогичные техники, которые используются в поведенческой активации. Вы сможете использовать их для приближения, а на самом деле даже проживания жизни вашей мечты в моменте. Итак, смысл поведенческой активации в том, что мы, по сути, активируем какие-то поведения, которые положительно сказываются на всём остальном. Потому что обычно в жизни всё происходит по-другому. Например, если человек начинает чувствовать некий упадок, теряя интерес к своим хобби, он, например, перестаёт поддерживать определённые социальные контакты с людьми, что раньше его заряжало, и дальше, например, он проводит ещё больше времени в одиночестве и ещё меньше занимается своими хобби. То есть вы замечаете, как всё идёт по угасающей, как некий порочный круг. И напротив, когда мы с вами активируем некое поведение, мы испытываем часто обратный эффект. То есть мы активируем всё наоборот. То, что, например, происходит в когнитивно-поведенческой терапии, то есть мы сначала активируем поведение, которое дальше нам начинает помогать. Например, вы начинаете двигаться, вы начинаете бегать или начинаете делать любую другую активность. Возможно, вы начинаете делать это в окружении других людей, вы устанавливаете новые социальные контакты, вы проводите меньше времени в одиночестве, вы становитесь ещё более заинтересованными в других активностях. То есть, друзья, идёт то, что будет противоположностью порочного круга. И на этот счёт в интернете огромное количество идей, как вы можете использовать поведенческую активацию, какие активности вы можете использовать для того, чтобы вводить себя из некого негативного состояния. Сегодня же я хочу пригласить вас рассмотреть похожий подход в части ваших мечт, в части проживания той жизни, которую вы больше всего хотите, но проживание её уже сейчас. Как вы можете активировать те поведения, которые приближают вас к жизни мечты? И да, как я уже обещала, мы с вами также поговорим о том, где это может пойти немного не так, где мы можем использовать подход, которым я с вами сегодня поделюсь, против себя, против своих мечт. Я думаю, что каждый из нас может найти примеры своей жизни, как мы активировали поведение в ту или иную сторону. И нам не обязательно даже находить себя в депрессии. Например, я помню, что когда у меня родился первый ребёнок, у меня была огромная мечта начать собственный бизнес, и как раз-таки в тот момент я переживала то, что мы с вами сегодня будем называть негативный порочный круг. Помимо того, что у меня были достаточно тяжёлые роды, тяжёлые первые дни после рождения ребёнка, и я была в новой стране, в одиночестве, у меня не было друзей, у меня было очень мало социальных контактов. И из этого состояния достаточно упаднического, и я не была диагностирована, опять же, возможно, там были и другие какие-то гормональные изменения и так далее, что вполне логично и понятно в условиях рождения ребёнка. Но я вам покажу, как на самом деле я только усугубляла своё состояние, потому что я в определённый момент перестала ухаживать за собой должным образом, я перестала обращать внимание на своё питание, я стала использовать еду как способ успокоить себя, как способ создать себе некий иллюзорный комфорт. Я абсолютно не тренировалась, как я уже сказала, я не заводила социальные контакты, и всё больше и больше оставалась в одиночестве с маленьким ребёнком, который, если вы со мной, то очень часто маленькие дети, особенно когда этот опыт достаточно тяжёлый, материнство не вызывало во мне бурю положительных эмоций. И таким образом, заметьте, что я не начинала те поведения, которые на самом деле могли для меня в тот момент сделать новый круг, которые могли мне помочь. Я сравниваю с той беременностью, через которую я прошла сейчас, и многие из вас знают, что у меня родилось двойное, что, конечно же, тоже огромный шок для организма и огромные гормональные изменения. Но, друзья, я постоянно активирую положительный круг. И это, кстати, очень сильно совпало с той работой, которую мы делаем сейчас в Dream Big, потому что мы как раз-таки проживаем того человека, которому больше всего хотим быть, мы активируем постоянно те поведения, которые соответствуют жизни нашей мечты. И у меня сейчас тоже есть большие мечты. Если в тот момент рождение первого ребёнка это было создание бизнеса, сейчас я развиваю, я мечтаю о том огромном, сильном бизнесе, который помогает огромному количеству людей, даже больше, чем мы это делаем сейчас. И я постоянно практикую этого человека. И если говорить, например, о моём состоянии после беременности, я постоянно активирую те поведения, которые соответствуют моим мечтам. Я уже сейчас максимально стараюсь питаться, как человек, которым я больше всего хочу быть. Я уже сейчас тренируюсь. Я максимально уделяю внимание тому, как я выгляжу с точки зрения того стиля, который я больше всего хочу воплощать. И то же самое и в работе. Я постоянно активирую части моего бизнеса, которые соответствуют моим мечтам. И это таким образом запускает положительный круг против того, что мы называли порочным кругом, и даёт мне всё больше и больше вживаться в роль той бизнес-вумен, того владельца бизнеса, которым я больше всего хочу быть в самых своих нереальных мечтах. Поэтому, друзья, подставляйте свою мечту, подставляйте то, чего вы больше всего хотите, как вы можете уже сейчас перевоплощаться в этого человека, практиковать этого человека через активацию определённых поведений. И мы с вами сейчас пойдём по конкретным сферам, где вы можете активировать эти поведения. И я вас приглашаю подставлять ваши мечты и гармонизировать себя уже сейчас с вашими самыми большими желаниями, с вашими самыми большими мечтами. И, друзья, первая сфера, которую мы с вами возьмём, первая сфера, где вы можете уже сейчас активировать ваше поведение, активировать того человека, которая максимально воплощает в вашу жизнь мечты, это наша внешность, то, как мы показываем себя, то, как мы несем себя в мир. И я часто говорю участникам, которые, например, мечтают о бизнесе, который помогает тысячам клиентов, мы уже сейчас должны становиться этими людьми. Это не означает, что вам сейчас нужно бежать и покупать одежду дорогостоящих брендов. Но это означает, что вы хотите развивать свой стиль намеренно. Вы хотите намеренно решить, как вы хотите выглядеть, как вы хотите нести себя. Я специально веду себя в будущее и понимаю, что несмотря на то, какое у меня финансовое состояние, вот это мой стиль. Мой стиль минималистичный, мой стиль очень простой, очень чистый, скандинавский. Этот стиль я могу воплощать уже сегодня. Мне не нужно ждать какого-то иллюзорного момента в будущем, чтобы ухаживать за собой и презентовать себя так, как я хочу презентовать себя уже сегодня. Следующая сфера, и для меня здесь были огромнейшие трансформации в январе. Я делилась с участниками комьюнити. Но это наш дом, это то, где мы живём, как мы живём. У меня здесь достаточно классная позиция, потому что мы сейчас с семьёй живём в квартире, которая у нас в бессрочной аренде. И это означает, что мы мало что можем здесь менять. То есть мы не можем проводить очень большую реновацию здесь. Но при этом у нас есть ещё квартиры, которые у нас в собственности, и они обставлены в соответствии с моими самыми большими мечтами. Но, друзья, у меня нет иллюзии, что когда-нибудь, когда, например, мы будем не сдавать эти квартиры, а жить в них, что там будет лучше, чем здесь. Потому что я прям представляю, как в этих прекрасно отставленных скандинавских квартирах через несколько часов, точнее, нет, через полчаса дети сделают точно такой же каос из всего того прекрасного дизайна. И если я не буду ухаживать за своим пространством, если я не буду максимально его оптимизировать по ту ситуацию, в которой я нахожусь сейчас, то там не будет лучше, чем здесь. Поэтому у меня сейчас есть уникальная возможность посмотреть, как я могу улучшить своё неидеальное жилое пространство уже сейчас. И оказывается, что здесь столько возможностей, столько ресурсов, нам даже не нужно кардинально что-то менять. Я просто вижу, сколько волшебства происходит, когда, например, мы используем краски. Или, например, когда вы начинаете использовать единобразие в вашем интерьере, вы начинаете использовать одинаковые тюбики, грубо говоря, в ванной, против того, чтобы иметь всё в разброс. Я абсолютно не претендую здесь на экспертизу, потому что на просторах интернета вы найдёте просто гениальных ребят, в которых тысячи идей, как можно улучшить жилищное пространство, не делая каких-то кардинальных изменений. Но, друзья, на что я точно претендую, это намеренность. Намеренность в этом деле, намеренность в настоящем моменте. Потому что я обещаю, что вы уже сейчас можете создать для себя более уютную атмосферу. Вы уже сейчас можете создать для тебя больше то жилое помещение, которое вы воображаете, будет реальным для вас, только когда вы заработаете определённую сумму, только когда вы станете кем-то определённым. И это не столько про покупай, покупай, покупай. Напротив, вы, скорее всего, обнаружите, что большинство вещей, которые у вас есть, не соответствуют образу человека, которому вы становитесь. И, скорее всего, вы будете приобретать ещё меньше, вы будете держать своё пространство ещё чище. Но, друзья, я приглашаю вас подойти к этому максимально намеренно. И, кстати, я знаю, что некоторые из вас любят, когда я добавляю в подкаст истории. Так вот, когда в январе я стала проводить эту работу, когда я стала смотреть по-доброму, критично на пространство, в котором я живу, как я могу его улучшить, не делая кардинальных изменений, начались случаться такие невероятные вещи, как, например, к нам постучался сосед сверху, который только переезжал, и у них были замечательные, суперкрасивые полки, которые оказались им не нужны, потому что у них в квартире уже были полки. И они нам предложили, хотим ли мы такие деревянные, из такого очень красивого натурального дерева, хотим ли мы их для себя. И мы сказали, почему бы и нет, мы попробуем. И теперь я создала на кухне пространство, которое каждый день меня радует. Я поставила туда специальные книги, свечки. Теперь каждый раз, подходя туда, я просто испытываю наслаждение, я испытываю радость по поводу того, что не нужно менять все обстоятельства для того, чтобы добавлять намеренности в наше пространство. Поэтому, друзья, начинайте думать об этом, вы не знаете, откуда вам что может прилететь. Итак, следующий пункт, друзья, это то, как мы питаемся, то, как мы тренируемся, то, как мы ухаживаем за своим здоровьем. Это тот пункт, по которому я постоянно себя спрашиваю. Моя будущая я, человек, который уже сейчас проживает мечты, как она будет питаться, как она будет тренироваться, будет ли она дойдать этот кусочек просто потому, что он где-то остался? Скорее всего, нет. Будет ли она очень ненамеренно относиться к тому, как она разбрасывает свою еду в салат? Нет. Я уже сейчас стараюсь поместить в себя состояние того человека, которым я являюсь, когда у меня тот бизнес, о котором я больше всего мечтаю, и как я уже сейчас, например, буду подходить к своему ужину, как я уже сейчас буду подходить к своему обеду. Я обязательно буду продолжать бегать, и как это будет моим приоритетом. Всё это активирует для меня того человека, которому я становлюсь. И, друзья, действительно, такой мощный лайфхак. Каждый раз, когда я, например, думаю, а не съест ли мне что-то вот это, я спрашиваю себя, будет ли будущее я, буду ли я в своих самых больших мечтах. Например, это есть в это время, и мой ответ определённое нет, и я даже не чувствую никакого желания. Желание просто уходит. Окей, друзья, мы с вами поговорили про то, как мы себя показываем с точки зрения внешности, с точки зрения нашего стиля. Мы поговорили с вами про наше жилищное пространство, про пространство, в котором мы себя находим, и как мы можем его больше и больше гармонизировать с человеком из наших самых больших мечт. Также мы с вами поговорили про питание и тренировки. И следующий пункт, про который я хочу с вами поговорить, это то, кем мы себя окружаем. То же самое, друзья, мы хотим окружать себя людьми, которые помогают нам верить больше в себя, в наши мечты, в наше будущее. И здесь я безумно рада, что у меня есть, помимо тех социальных контактов, которые я намеренно поддерживаю в России, которые я завожу в Швеции и в других странах, то же самое я испытываю в комьюнити, потому что каждый раз, приходя на наши звонки, я невероятно заряжаюсь. Я вижу людей, которые готовы верить, которые готовы работать, которые не готовы соглашаться со статусом КВО. И мне кажется, это очень важно окружать себя людьми, которые так же, как и вы, верят во что-то большее, которые хотят чего-то больше, вы знаете, что они могут это создать в своей жизни. И я знаю, что многие участники комьюнити приходят, а главное, остаются в комьюнити именно из-за этого. Когда мы только начинали комьюнити, участники часто спрашивали, можно ли нам как-то встретиться между собой, как нам можно лучше друг друга узнать, потому что все чувствуют, что люди классные, и у всех очень большие мечты, очень много действий, очень много работы над собой, над своим мышлением, над эмоциями. Поэтому со второго месяца мы ввели такую опцию, как CoachBuddy, и мы помогаем участникам находить себе единомышленников для того, чтобы проводить работу, которую мы делаем в комьюнити, для того, чтобы более глубоко прорабатывать домашние задания, для того, чтобы усовершенствовать навыки своего селф-коучинга и реально помогать друг другу создавать пространство, неосуждение, где мы можем проработать любую мечту, где мы можем проработать любую мысль, где мы можем дозволить разные эмоции и реально научиться применять эти инструменты ещё лучше. И я просто обожаю видеть, как люди, например, переезжая в другую страну, переезжая в новую страну, уже знают, что там есть коллега по комьюнити, уже есть единомышленник, и можно получить дополнительную поддержку и через это тоже. Окей, друзья, здесь я вам дала несколько идей, как вы можете уже сейчас активировать те поведения, которые максимально приближают вас к жизни вашей мечты, и мы с вами подходим к самому интересному, к самому удушевляющему, а именно тому, где это может пойти не так, где мы можем допустить достаточно серьёзные ошибки и таким образом использовать эту поведенческую активацию против себя. Как с ними можно пойти не туда? И первое, друзья, на что мы хотим обратить внимание, это то, чтобы в сумме у нас не было негативного последствия. То, что в английском языке будет называться net negative, то есть, когда мы с вами суммируем все наши действия, например, вы решили, что вы хотите съесть что-то, да, потому что будущее я, он якобы у себя радует десертами. Вы что-то съели, но на самом деле это было краткосрочное удовольствие, и в течение нескольких минут после вы понимаете, что у вас негативный net consequence, да, то есть последствия негативные, если мы возьмём его как net effect. То есть вы понимаете, что та радость, которую вы получили, то приближение к вашей мечте, оно не соответствует тому негативному последствию, которое вы теперь испытываете. То же самое в части ваших трат. Например, вы решили перевоплотиться в будущего себя и пошли купили сумку, которую вы просто-напросто не можете пока себе позволить и не испытать серьёзных негативных финансовых последствий. В данном случае мы с вами видим, что net effect, который вы получаете от этой поведенческой активации, он будет в целом негативный. Поэтому, друзья, когда мы с вами говорим о служащей поведенческой активации, от этой поведенческой активации, которая реально приближает вас, которая уже позволяет вам проживать ту жизнь, в которой вы больше всего мечтаете, обращайте внимание на суммированный эффект. Он должен быть положительным. Даже если где-то это означает, что мы, например, проходим через дискомфорт выхода на тренировку, но мы хотим, чтобы суммарный эффект от этого действия был в итоге положительным для вас. Это первый пункт, друзья. И второй пункт, и это суперважно. Пожалуйста, не путайте те рекомендации, которые вы услышали от меня сегодня с изменением обстоятельств. Потому что просто изменить обстоятельства скорее всего не даст вам такого же сильного, а самое главное долгосрочного эффекта. Более того, я часто вижу, что изменение обстоятельств только ещё сильнее вгоняет нас в яму, ещё сильнее лимитирует нас, потому что мы с вами не изменили главного. Мы с вами, возможно, меняли обстоятельства из энергии жертвы. Мы обвиняли свою работу, мы обвиняли людей вокруг, мы обвиняли наш вес, мы такие, ну всё, всё плохо, мне просто нужно поменять обстоятельства, мне нужно переехать, мне нужно убежать от этих людей, мне просто нужно изменить свою внешность и пойти сделать пластическую операцию. Друзья, конечно же, мы здесь говорим с вами не об этом. Мы с вами говорим о том, что мы можем активировать поведение, но при этом очень важно понять, из какого чувства мы это делаем. Делаете ли вы эту активацию из любви к себе, из ухода за собой, из намерения, понимая, что таким образом вы сильнее приближаете себя к жизни своей мечты, либо вы напротив делаете это из нелюбви к себя, из непринятия себя. Друзья, те из вас, кто уже знаком с салфкоучинговой моделью, которую я учу в комьюнити, вы знаете, что мы можем начать с любой модели, мы можем начать с линии действий, но убедитесь, что это за модель, потому что любые действия, которые вы делаете, они будут укреплять ваше изначальное мышление. Если моя изначальная мысль, что я недостаточно без нового платья, знаете, что сделает новое платье? Укрепит мысль, что я недостаточно без нового платья. Если моя изначальная мысль, что это платье больше воплощает человека, которым я уже являюсь, которым я хочу показывать себя вовне, то я укреплю именно эту мысль, друзья. Я думаю, что большинство из вас чувствует эту мысль. Неважно, какие конкретно действия вы будете делать, какие конкретно поведения вы будете активировать, обращайте внимание, что эта активация должна быть способом отстаивать себя, выступать за себя, за того человека, который уже есть внутри вас, за человека из вашей мечты. Это ваш способ помочь ему себя выразить вовне. Но это ни в коем случае не способ из энергии жертвы, из энергии того, что я недостаточно такая, какая она есть, бежать и менять обстоятельства. Это очень-очень большая разница, друзья. Когда вы активируете поведение из мыслей о том, что вы этого достойны, это то, кем вы уже являетесь, из состояния любви к себе вы только укрепляете ту новую самоидентификацию, которую вы создаете. Например, если я уже сейчас идентифицирую себя, мыслю о себе как от человека, у которого прекрасные отношения с едой, запихивать себя в гамбургер, даже если я вдруг это сделаю, у меня возникает непонимание. Мне кажется, что что-то просто не так. Я не ругаю себя. Я просто реально удивлена. Как это могло произойти? И мне кажется, такой подход, поведенческая активация через модель, через ваше понимание мышления, через ваше понимание самочувствия, оно как раз-таки даёт нам более комплексный подход, за что очень часто критикуют поведенческую активацию в отдельности, что оно не даёт такой комплексной проработки и мышления, и эмоций тоже. Поэтому, друзья, если бы вы уже были человеком из ваших мечт, что бы вы уже сейчас делали? И как вы можете начать делать это прямо сейчас? Попробуйте, друзья, эту технику. А для тех из вас, кто хочет более короткий путь, кто хочет максимальной поддержки во всём этом процессе, я хочу пригласить вас прямо сейчас в Community Dream Big. Пусть это будет вашей активацией. Представьте, каким человеком вы хотите быть. Представьте человека из вашей мечты. И задайте себе честного вопроса, получает ли этот человек поддержку, получает ли он самые эффективные инструменты, или он ждёт какого-то иллюзорного будущего, которое, возможно, никогда не наступит. Поэтому, друзья, я хочу пригласить вас уже сейчас начать работу с мышлением, начать работу с эмоциями, понимать все эти инструменты, чтобы активировать поведение максимально эффективно. Помимо того, что вы получите самые эффективные инструменты по проработке мышления, по проработке ваших эмоций, по коучингу себя, вы также сможете получить новое окружение. Вы будете человеком, который инвестирует в своё ментальное здоровье, который поддерживает себя. И мы можем это делать не потому, что мы недостаточно такие, какие мы есть, но потому что мы только хотим укреплять и укреплять свою веру в то, что то будущее, которое вы больше всего хотите, оно для вас, оно вас ждёт. И если вы примете решение стать частью комьюнити, то сделайте это для себя, сделайте это как часть своего роста. И тогда мы точно вместе создадим результаты, потому что у меня есть все инструменты, которые вам нужны для того, чтобы понимать, регулировать своё самочувствие, для того, чтобы испытывать вот это приятное ощущение контроля над своей жизнью. И для этого, друзья, вам не нужно больше времени, потому что дело не в том, сколько времени вы чему-то уделяете. Вы можете просто слушать звонки в записи и знать об этих концептах и меняться. Ваше намерение, ваше желание, ваше мышление будет определять те результаты, которые вы в итоге проживаете для себя. А мы в комьюнити максимально поддержим вас в этом. Итак, друзья, 3 февраля 2023 года мы открываем двери комьюнити Дримбик. Мы будем открытыми совсем недолго, поэтому поспешите занять ваше место. В следующий раз такая возможность будет ещё нескоро. И я надеюсь, что мы с вами начнём работу вместе уже на следующей неделе в самом комфортном и продуктивном для вас режиме. И вы будете наблюдать те изменения, которые происходят у вас внутри. И, конечно же, вовне. Друзья, ну что, это было много сегодня. Спасибо, что были сегодня со мной. Всех обнимаю. И до самой скорой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!